всем привет с вами канал армор мастер и сегодня у нас небольшая новая рубрика хотелось бы поговорить о красках и конкретно о новой вот такой вот серии красок мистер колор готовый набор для модуляции цветом оливдраб вообще надо сказать так вкратце что очень хорошо то что ганза взялась за тему модуляции поскольку до этого на рынке были представлены только различные варианты водоразбоимых акрилов от хака от амомик и прочее и несмотря на то что эти краски имеют очень серьезные достоинства в том виде что они не пахнут и конечно в том что они уже намешаны в виде готовых вариантов для модуляции тем не менее водяные акрилы имеют достаточно серьезные недостатки они хуже идут через аэрограф у них гораздо толще слой краски и так далее поэтому на мой взгляд очень здорово то что именно классическая вонючая ганза у нас теперь тоже есть вот таким наборчиком как минимум она сможет подвинуть водоразбавимые акрилы ну и даст нам возможность выбирать потому что конечно с одной стороны плохо то что она пахнет с другой стороны именно ее свойства в нанесении делают эту краску крайне удобной я не знаю насколько этот набор доступен не на внутреннем японском рынке потому что здесь все надписи исключительно по японски с другой стороны в принципе все понятно да и скажем так заказать в интернете сейчас тоже проблем никакой я думаю не будет сам набор представляет из себя четыре красочки это olive drop тень olive drop база и две краски на на хайлайты и супер хайлайты в принципе решение более чем грамотная плюс здесь же мы видим рекламку что оказывается есть еще на танковый желтый и на танковый серый для немцев внутри есть такой небольшой буклетик на котором примерно показано как нам следует работать здесь на базе опять же серого желтого и olive drop а ну я думаю что в принципе теория работы с модуляциями она всем достаточно хорошо известно поэтому останавливаться не будем сами баночки у нас вот такого достаточно большого формата не знаю сколько здесь наверное миллилитров 17 в каждый вот и они соответственно идут в четырех цветах но они на днище немножечко уже так слежались сбоку цвет достаточно адекватный я так понимаю вот это у нас идет тень до достаточно такая темная потом база база кстати очень похожа на по цвету на их же акриловый olive drop olive drop 2 то есть я до этого сделал тестовый прогон попробовал прямо по предварительно нанесенному акрилу нанести вот эту вот сольвентную краску и в принципе все нормально легло ничего не разъела не потрескалась во всяком случае пока итак это база и далее у нас идут хайлайты highlight 1 и highlight 2 значит видно что краска достаточно сильно слеживается на дне я кинул туда уже по металлическому предмету в каждую баночку но тем не менее все равно нам достаточно быстро у нас слеживается ну естественно когда мы говорим о краске всегда надо упомянуть разбавители я буду пользоваться вот таким вот сольвентом фирменным разбавителем от мистер хобби в принципе ну единственное в чем он не очень удобно это то что достаточно узкое горлышко можно переливать стеклянные банки от отамии чтобы было чуть-чуть удобнее но так в целом в общем то вполне нормально им работать и конечно настоятельно рекомендую при работе с вот такими вонючими красками пользоваться респираторами там буквально за 300 400 рублей респиратор с угольным фильтром в общем то скорее всего поможет вам сберечь ваше здоровье ну еще по аксессуарам шприц для набора краски и аэрограф в общем то все что нам понадобится в качестве модели по которой мы будем тренироваться будет вот такой вот стюарт вот айфы club эту модель я в общем то не собирал только буду красить на заказ ну и надеюсь что смогу на ней как раз показать все основные моменты работы по этим краскам так ну что ж в принципе начнем мы как обычно с теней да вот у нас красочка olive drop shadow остальные пока мы уберем повторюсь максимально тщательно всегда надо мешать краску на самом деле помол вот этих красок достаточно мелкий в принципе они хорошо смешиваются с разбавителем и пятнами зернами не идут даже при не очень хорошем промесе но тем не менее все равно мешать надо всегда максимально хорошо ну промешать так чтобы она идеально была равномерная пока не получается но я думаю что и смысла в этом особо нету в принципе ничего страшного значит для дозировки я использую шприц чем удобен шприц это тем что у нас здесь есть шкала то есть мы можем до пятой части миллилитра дозировать объем краски которые мы набираем также возьмем салфеточку для удобства ну и в принципе открываем краску видно краска достаточно темная имеет характерный запах сольвентный ну и такой же запах у нас имеет разбавитель значит для начала нам понадобится одна единица 1 миллилитр краски ну и соответственно 1 миллилитр разбавителя мешаем их пополам сразу же закрываем чтоб не воняло убираем излишки с иглы салфеткой немножечко подтягиваем поршень и мешаем на солидных растворителях краски очень хорошо промешиваются здесь такой проблемы как с акрилом что долго нужно взбалтывать нету еще чуть-чуть помешаем и можно заливать в аэрограф я не рекомендую заливать сразу все лучше на самом деле небольшими порциями добавлять краску в аэрограф для того чтобы во первых если где-то у нас мы перевернем случайно наш аэр все не вылилось во вторых чтобы всегда у нас оставалось немножко в запасе я напомню что это у нас цвет шедо цвет тень соответственно по логике мы должны покрывать самые нижние поверхности то есть в данной ситуации это пространство под над гусеничными полками причем сами колеса только в основном изнутри снаружи колеса уже должны быть более светлого цвета можно покрасить вот эту нижнюю часть нижнюю лобовую деталь ну и здесь характерная стюартовская деталь это то что корма у нас утоплено она соответственно тоже должна быть шедо ну и естественно днище ну днище в той части где у нас приклеена на банку естественно мы не покрасим но мы это уже сделаем на этапе тонировки ну собственно поехали я не думаю что будут какие-то странные моменты поскольку ганза всегда очень хорошо очень мягко ложится единственное что у нее не всегда идеальная укрывистость но опять же с учетом модуляции с учетом перекрытия цветов это по-своему даже неплохо всегда лучше начинать с каких-то потайных места с заглублений прочего почему потому что на выступающей части краска в общем то сама и так попадет когда мы будем добираться до углублений а если мы начнем закрывать сразу же внешние части то соответственно когда мы будем проходить углубление на них краска тоже начнет попадать и это возможно придет подтеканиям поэтому всегда старайтесь начинать с потайных с невидимых мест здесь может быть не очень удобно из-за того что вся ходовая часть находится уже на самом танке было бы конечно удобнее если бы тележек не было но опять же как вариант показать что можно красить и так я думаю что это вполне имеет право на жизнь ну и конечно всегда учитываем то что из аэрографа краска летит строго прямолинейно поэтому не стесняйтесь все время проверять точно ли какие-то потайные места у нас полностью покрыть краской вот я например вижу что сверху петели краски немножко не хватает нужно быть близко поднести аэрограф и аккуратно минимальным напылом восстановить этот момент вот собственно корма и этот борт закончена абсолютно аналогично делаем второй борт и переднюю нижнюю деталь вот первая заправка краски кончилась на самом деле мы практически все уже покрасили но добьем остатки краски в аэрограф пройдемся по тем местам на которые у нас краски не хватило ну и внимательно еще раз посмотрим где то может быть остались не прокрасы в принципе практически всегда такое бывает то есть покрасить с одного захода прям вот идеально это большая редкость это в общем то даже на это рассчитывать особо не нужно лучше после того как мы нанесли первый слой внимательно внимательно еще раз на все посмотреть и убедиться что у нас нигде не осталось ни прокрасов ну собственно я думаю на этом с тенью все закончено она достаточно действительно темная наносится как любая вонючая ганза очень хорошо я думаю вы сами видели что и укрыстость более чем достаточно и при этом никаких склонностей к потекам краска не имеет испаряется очень быстро если бы она еще так мерзко не воняло было бы вообще все прекрасно ну а теперь мы перейдем к следующему этапу все-таки не зря у нас набор модуляции такой цвет мы могли бы и стандартные ганзы накрасить а интересно конечно как у нас пойдут следующие этапы поэтому чистим аэрограф и берем следующую краску следующий этап у нас будет базой ну собственно базовый но лифдрап он явно светлее чем вот эта вот тень это наверное будет один из самых длинных и возможно наименее интересных этапов потому что наша задача будет сейчас просто закрыть весь корпус всю башню все катки вообще все те места которые мы не закрыли тенью вот этим самым базовым цветом поскольку модуляции мы будем делать уже поверх него а не поверх тени или не поверх тем более грунта поэтому удается для того чтобы избежать неравномерности в цветах мы сейчас сначала сделаем все равномерно базой потом начнем ее высветлять разбавитель тут можно наверное даже полторы единички взять поскольку нам много краски понадобится краска соответственно где-то до трех с небольшим поднимаем поршень вернее даже поднимаем поршень до четырех чтобы посильнее тяга была до трех с половиной набираем краску сразу хочу обратить внимание что краска полностью матовая и это один из ее в общем-то чувствительных недостатков дело в том что почему-то все производители красок для брони считают что краска для брони должна быть глухой матовой на самом деле это совершенно неверно поскольку полную глухую матовость мы в конце сделаем матовым лаком а вот на предыдущих этапах лучше бы это был бы сатинчик потому что матовая краска более склонна к появлению шагрения более быстро сохнет и в принципе не так удобно в нанесении как какой-нибудь полуглянец или сатин то есть понятно что глянцевая она тоже быть не должна но все-таки легкая глинцеватость должна присутствовать поэтому наверное на будущее я бы приобрел бы к стандартному набору еще и баночку вонючего ганзовского глянцевого лака просто для того чтобы добавлять его где-то ну на наверное единицу разбавителя единицу краски пол единицы лака чтобы у нас поверхность не была такая матовая потому что вот мы когда начнем накладывать несколько слоев модуляцию я думаю что там будет видно что проблемы скорее всего возникнут из-за того что именно на сухой краске будет огразовываться шагрень на при нанесении сразу нескольких слоев понятно что этот эффект будет не такой мощный как у водоразбоимых акрилов но тем не менее он к сожалению тоже я уверен здесь будет ну вот набралось три с небольшим единички опять вытираем шприц при помощи салфеточки закрываем краску всегда закрывайте сразу краски разбавителя когда не пользуетесь потому что любой человек может случайно задеть и это конечно будет неприятно когда краска проливается на модель ну или даже не на модели на коврик все равно это не очень хорошо подтягиваем поршень аккуратно мешаем повторюсь сальвентные краски смешиваются просто восхитительно наливаем в аэрограф не очень много повторюсь лучше несколько делать добавочек и начинаем красить значит чего нам нужно начать вообще всегда рекомендую начинать с самого сложного в данной ситуации самым сложным это у нас будет прокраска на ходовой части поскольку повторюсь она у нас здесь установлена уже сразу на танк но прежде чем делать ходовую часть я покрашу люки зачем я хочу покрасить люки чтобы они высохли пока я крашу ходовку и соответственно я мог их закрыть для последующих модуляций поэтому люки потом ходовка ну а потом уже не весь танк целиком после того как мы покрасили колеса проходимся и по элементам ходовой если у нас где-то чуть-чуть краска светлая попадает на внутренней поверхности на самом деле ничего страшного в этом нет во первых там будут еще пигменты во вторых как раз таки вот эта часть и должна быть немножечко светлее чем вот это прямо под над гусеничной полкой поскольку здесь более глубокая тень а здесь уже попадает свет сбоку так что здесь тоже все нормально я думаю что уже заметно что у нас начинает появляться небольшой на разнотон то есть что-то становится светлее что-то становится темнее теперь перейдем к верхней части корпуса в общем то здесь все аналогично закрываем просто аккуратно и равномерно ну и собственно я думаю видно что корпус у нас стал теперь полностью оливдраб я конечно еще немножечко посмотрю возможно найду где-то микро непрокрасы я уже в принципе их вижу но повторюсь это нормально то есть очень сложно сразу покрасить модель так чтобы на ней не было ни одного не прокрасика нужно просто периодически откладывать ее немножечко в сторону освежать взгляд смотреть заново и закрывать эти моменты то есть никогда не стесняйтесь так делать ну вот я прямо сейчас вижу что на корме пара точечек не получила достаточное количество достаточного количества краски сейчас мы это в общем-то легко исправим но перед башней хотел бы еще обратить внимание на один момент я не показал этого на камеру но ведущие звездочки у нас идут отдельно я их внутренние все поверхности покрасил цветом шеду а вот внешнего естественно нужно так же как основную не ходовую часть сделать нашим стандартным базовым цветом теперь покрасим башню башню тоже целиком закрываем в базу в принципе теоретически вот эту часть можно было покрасить шеду но большого смысла мне кажется нет поскольку видно этого элемента все равно ни при каких обстоятельствах не будет поэтому в общем-то красим в базу также вот обращу внимание чем хороша ганза она позволяет а вот такую вот покраску широкими мазками то есть мы проходим сначала вот так вот базу размашиста а потом начинаем уже рисовать точно случае с водяными акрилами это зачастую приводит к шагрине здесь такого эффекта нет то есть этим как раз таки очень хорошая эта краска ну и плюс я думаю прекрасно видно что я совершенно спокойно давлю на курок при этом никаких потеков нигде не возникает а даже если микропотек возникает он мгновенно растягивается то есть в этом плане конечно вонючая ганза есть вонючая ганза краска очень комфортная для нанесения и очень много прощает даже новичкам ну вот в общем-то и башни у нас тоже уже окрашена повторюсь распыление идет очень легко очень приятно никакого дискомфорта в нанесении этого этой краски я не испытываю опять же внимательно смотрим на проплешины если где-то находим сразу же корректируем основной упор естественно на нижние поверхности поскольку по верхней поверхности мы еще будем проходить более светлыми цветами ну собственно вот башня тоже готова осталось покрасить только мелкие элементы ходовой части и различную мелочевку но я думаю что на камеру этого делать смысла нет основной принцип здесь уже совершенно очевиден